До юбилея Великой Победы 9 мая осталось несколько дней. В преддверии Большого праздника телеканал «Север» рассказывает о героях-земляках. Сегодня наш герой – уроженец большеземельской тундры Антон Антонович Валейский. Он родился в семье оленеводов 29 января 1921 года, участвовал в освобождении Польши. В марте 1945 года во время боев за город Гдыня был тяжело ранен. По воспоминаниям сослуживцев, Антон Антонович был смелым, выносливым, решительным разведчиком. Вместе с пятью товарищами он спас боевое знамя 143-го артполка. Из шести бойцов в том бою в живых осталось только двое. Об отважном разведчике продолжит Любовь Пермякова. В начале войны Антона Валейского назначили старшим разведчиком штаба. Второй дивизион, в котором служил наш земляк, встал стеной на пути немцев, рвавшихся к Мурманску. В жесточайших кровопролитных боях на западной лице наши артиллеристы измотали и обескровили отборные части горнострелкового корпуса Норвегия под командованием генерала Дитля, который после этого так и не смог больше продвинуться вперед. В сентябре бессмертный подвиг совершил личный состав 6-й комсомольской батареи, которая удерживала свой рубеж до последнего патрона. Гитлеровцы имели более чем двукратное превосходство в живой силе и огневых средствах, а в авиации четырехкратное. Почти все батарейцы во главе с командирами погибли смертью храбрых, но свою задачу выполнили. Врага на Мурманск не пропустили. Причем он в самом начале вынесли подвиг, вынес знамя своего полка из-под огня немцев. Затем он воевал в Померании, был награжден последовательно медалью за отвагу и орденом славы третьей степени. Антон Валейский не щадя жизни вышел под ураганным обстрелом на открытое место. Из ручного пулемета расстреливал атакующие цепи врага. Свинцовыми очередями пробивал коридор для выноса боевого стяга полка. Так было спасено знамя, с которым гвардейцы восстановили позиции на западной лице. Сам Антон Антонович позже вспоминал. После этих боев наш герой попал на Карело-Финский фронт и пробыл там до декабря 1944 года. В декабре полк перебросили в Северную Польшу. Антон Валейский участвовал в освобождении ряда городов Восточной Пруссии. В марте 1945 года большеземельский герой едва не погиб. Причем в Померане он получил тяжелейшее ранение, ему оторвало руку. Как описывает наградный лист его подвиг, он под огнем пулемета корректировал огонь, для того, чтобы подойти эти огневые цели. И в итоге подавил, но сам получил эти тяжелейшие ранения, ему очередь оторвала немецкого пулемета руку. Он стекал кровью, вытащили из-под огня. В 1946 году Антон Антонович демобилизировался. Он приехал в деревню Новикбош Республики Коми. Работал там директором маслозавода, затем трудился в Нарсуде судебным исполнителем. После в совхозе Усть-Усинский, завхозом-экспедитором. Он прожил со своей супругой Августой Ильиничной долгую и счастливую жизнь. Семь десятков лет. Вырастил и воспитал шестерых детей. Спустя более чем полвека ветеран Великой Отечественной войны Антон Валейский получил еще одну награду – Орден Славы Третьей Степени. Заслуженная медаль нашла своего героя лишь спустя 67 лет. Почетный житель деревни Новикбош Антон Антонович скончался 1 июля 2015 года на 95-м году жизни. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.